Новости продолжают эфир. Канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. 208 новых летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано в Казахстане. Это данные несколько минут назад опубликовали на сайте Минздрава. Данные за неделю. Самой молодой пациентке из Алматинской области 29 лет. Напомню, в профильном ведомстве приняли решение сообщать о смертельных случаях раз в 7 дней. Сегодня же министр здравоохранения рассказал о планах ослабления карантина уже с 3 августа. По словам Алексея Цоя, в Казахстане ситуация с коронавирусом улучшается. Снижается нагрузка на врачей, уменьшается загруженность провизорных стационаров. Но о полном снятии карантина пока говорить рано. Что для этого требуется, расскажет Иван Тулинов. В стационарах стало свободнее. Некогда полностью занятые койки опустили почти наполовину. По данным Минздрава, сейчас наполняемость не превышает 46%. Число выздоровевших казахстанцев увеличилось до 63%. Снижен ежесуточный прирост заражения с 4% до 1,7%. Загруженность мест в стационарах снизилась до 46%. Снизилось количество вызовов скорой помощи на 38% по сравнению с юнем. Создан достаточный запас лекарственных средств в регионах. В этой связи нам необходимо сохранить и улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации. Эти цифры позволяют принять решение об ослаблении карантина. Уже в следующий понедельник в стране возобновят работу ТРЦ и крытые рынки. Вновь откроются детские кабинеты коррекции и образовательные центры. Детсады будут работать в режиме дежурных групп. Разрешат функционировать и салоном красоты. Правила позволят запустить городской общественный транспорт с заполняемостью не более 50%. Необходимо, во-первых, усилить контроль и ответственность бизнеса за соблюдение масочного режима с привлечением заинтересованных государственных органов и местных исполнительных органов на примере обязательного применения ремней безопасности. Во-вторых, обеспечить установку санитайзеров для обработки рук во всех общественных местах. В-третьих, обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по всем информационным каналам. В столице в скорую помощь стали обращаться реже в три раза. По словам Акима, стабилизировалась ситуация с лекарствами. В город завезли 110 тонн препаратов. С ослаблением карантина в главном городе намерены восстановить плановую медицинскую помощь. Из еще одного стационара вчера выписан последний пациент с коронавирусом. В ближайшие дни в этой больнице будет восстановлен прием больных. С 3 августа все поликлиники города начнут оказывать плановую медицинскую помощь. В то же время врачи призывают быть начеку и готовиться к возможной следующей вспышке инфекционных заболеваний. К примеру, в Алматы до конца августа планируют открыть госпиталь на 500 мест. В сентябре запустят модульную инфекционную больницу на 300 коек. На материально-техническое оснащение больниц, лекарства, покупку средств индивидуальной защиты из местного бюджета выделено 68,5 миллиарда тенге. Для обеспечения социально значимыми медпрепаратами создан стабилизационный фонд. На это выделено 10 миллиардов тенге. В стране по-прежнему будут закрыты все кинотеатры, бары, ночные клубы, музеи, фитнес-центры, бассейны, а также религиозные объекты. О полном снятии карантина речь пока не идет. Как отметили в Кабмине, это будет зависеть от дальнейшей стабилизации ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19. Причем ответственность за это лежит не только на правительстве и бизнесе, но и на жителях страны. Иван Тулинов, Хабар, 24. В Алматы пассажирка без маски сломала телефон контролеру автобусом. Видеоинцидента попало в социальные сети. Девушка отказывалась покидать салон, хотя не соблюдала масочный режим. Вела себя агрессивно по отношению к контролеру. Как стало известно, после инцидента девушку доставили в полицию. Там разъяснили, что она нарушила требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенические нормативы. Алматинку оштрафовали на 83 тысячи тенге, говорится в сообщении МВД. Материалы административного дела по статье «Мелкое хулиганство» будут направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы. Тем временем, сегодня на брифинге в столице министр здравоохранения рассказал, что масочный режим – это одна из действенных мер для выхода страны из карантина. Эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только лишь на 30% от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий. Вместе с тем остальные 70% в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены – это 30%, а также соблюдение норм социального дистанцирования – 40%. Акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шимкента, а также ряда областей доложили главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом на своей странице Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Верику Али. По его информации, наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом и растет число вылеченных пациентов. В целом, ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с населением. Стабилизация эпидситуации позволила медикам сразу нескольких областей оптимизировать коечный фонд. В регионах закрывают провизорные стационары. Персонал возвращается на свои привычные места работы. О приятных переменах расскажут наши корреспонденты. В пик заболеваемости в день с признаками вируса сюда поступало до 150 человек. Накануне из самого большого в регионе провизорного госпиталя выписали последнего пациента. Стационарно 500 человек расформирован. Больше ста сотрудников возвращаются на свои рабочие места. Было очень тяжело адаптироваться к этим условиям. Пациенты были все возмущенные, у них был страх. Лечение было сразу начато, но тем не менее не хватало рук, не хватало медсестер. Поэтому отправили нас в кардиоцентр. Пришли на помощь в провизорный центр. Ну, постепенно, постепенно мы все наладили. Карантинные госпитали закрывают и в Атераусской области. Больных коронавирусом и пневмонией пока будут обслуживать только провизорные и инфекционные стационары. В резерве у врачей порядка 240 койко-мест. Однако и их с 1 августа намерены закрыть. Основная часть работы сейчас ложится на плечи поликлинических мобильных групп. Если изначально была создана 61 мобильная бригада, то в настоящее время их количество выросло до 77. По мере необходимости мы планируем и дальше увеличивать число мобильных групп. К счастью, эпид-ситуация в регионе стабилизировалась. Опустили палаты в Карагандинской области. Кривая заболеваемости стабильно идет вниз. Сейчас занята лишь треть всех провизорных и инфекционных стационаров. Это позволило медикам оптимизировать коечный фонд. Минимум до конца года помещение консервируют, сохраняя материально-техническую базу. В случае необходимости это позволит буквально за час возобновить работу стационара. Не закрывать, а консервировать. Еще раз повторюсь, потому что мы готовимся на осень. Сценарий, какой будет развиваться, мы пока не знаем, но вторая волна, она предстоит. Но я думаю, что она будет менее такая агрессивная. Количество заболевших может быть будет примерно такое же, но не будет тяжелых больных. Сейчас в день, по данных врачей, заболевает менее 150 жителей Карагандинской области. И только порядка 30 из них с тяжелой формой. За минувшие сутки в скорую помощь поступило всего 300 звонков. Из них меньше сотни с подозрением на инфекцию. Такая позитивная статистика позволяет медикам поэтапно вернуться к плановой госпитализации. Возобновить плановую хирургию и реабилитацию врачи готовы уже в начале августа, после снятия карантина. Илана Чаус, Айла Уигликов, Илья Жамитова, Аслан Демизбаев, Хабар-24. В Актау освобождены два провизорных центра на 100 коек. Каждое сообщили в Управлении здравоохранения региона. Они будут находиться в резерве и возобновят свою работу в случае необходимости. Число заразившихся пневмонии в регионе уменьшилось почти наполовину. В стационарах остается 828 пациентов. Выздоровели и больше половины всех больных коронавирусом. Всего в медучреждениях Мангостаусской области 1561 койко-место. Они заняты наполовину. Следует отметить, что в последние дни в области количество вызов скорой помощи сократилось на 45%. Заболеваемость коронавирусом в Шемкенте снизилась в два раза. По информации Управления здравоохранения, стала меньше нагрузка на скорую помощь. В регионе работают 197 дополнительных бригад. Больше 40 тысяч пациентов бесплатно доставили медикаменты домой. На городских складах сформирован месячный запас лекарств. Из зарубежных стран доставили почти 3 миллиона флаконов основных лекарственных средств. И больше 16 миллионов защитных масок. Кроме того, дополнительно приобретены аппараты ИВЛ и Боброва. А также 26 реанимационных мониторов. Через мобильное приложение больные коронавирусом могут получить и психологическую помощь. В 14-30 сработает группа психологов, которые также будут проводить психологическую реабилитацию после перенесенного заболевания именно ковид. Так как все-таки данный вирус, он и обладает нейротоксическим действием. У людей после заболевания возникает паника. И многие вопросы именно психологической поддержки на сегодняшний день онлайн-консультантами у нас будет проводиться регулярно. В Туркестанской области пустует половина провизорных центров. Эпидситуация в регионе стабилизировалась. За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом там снизился на 14%. Сократилось и количество обращений в скорую помощь. Рауль Габитов продолжит. Две недели назад жительница села Казыгурт Улжан Устембаева оказалась в реанимации. Диагноз – пневмония. Состояние было настолько тяжелым, что ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Спас женщину своевременный звонок в скорую. Я благодарна докторам за то, что поставили меня на ноги. Они не отдыхали ни днем, ни ночью. Ухаживали за мной и другими пациентами. Мне было страшно, но теперь я иду на поправку. В самой больнице сейчас тихо и спокойно, хотя пару недель назад сюда нельзя было протолкнуться. У входа выстраивалась очередь, а из-за нехватки палат пациентов лечили в коридорах. В прошлом году больных пневмонией в нашей больнице не было вообще. С момента, как ввели карантин, их стало очень много. Благо, у нас достаточно лекарств. Помогают и предприниматели. Один из местных жителей подарил больнице пять кислородных концентраторов. За время карантина в провизорном госпитале Казыгурта вылечили 600 человек. Сейчас здесь находятся 57 пациентов. В целом по району освободилось больше половины всех койко-мест. Когда число больных начало резко расти, в районе наблюдалась нехватка кислородных баллонов и лекарств. Сейчас ситуация стабильная. Мониторинговая группа регулярно обходит аптеки, но дефицита лекарств уже нет. В Туркестанской области развернуты провизорные центры на 1940 мест. Половина из них сейчас свободна. Отмечу, что COVID-19 в регионе заразились больше 2,5 тысяч жителей. Больше 2 тысяч из них выздоровели. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область. Два года не могут получить зарплату сотрудники столичной проектной фирмы «Алатау Саулет». Им задолжали 35 миллионов тенге. Когда же людям заплатят честно заработанные, выясняла Динара Абдирова. Айман Шенебекова возглавляла один из отделов фирмы «Алатау Саулет». На этой должности проработала два года. Изначально зарплату давали вовремя, но спустя год начались проблемы. Мне лично должны 2 миллиона 800. И то у меня было 3,5. Каким-то образом у меня высчитали две зарплаты. Ну ладно, я думаю, это не суть. Главное, чтобы получить остальное. И теперь сколько мы не бьемся, все равно сколько спрашиваем, сколько не бьемся, зарплату нам так и не дают. Мы уже во все возможные органы прощались, и Генеральную прокуратуру. Но кого-то и ныне там. Свои кровные ждут 28 сотрудников фирмы. По их словам, каждому из них компания задолжала как минимум 800 тысяч деньги. Добиться выплат инженеры, конструкторы и проектировщики пытались и через суд. По его решению работодатели обязали выплатить задолженность еще в марте прошлого года. Но долг вернули лишь частично. Почему сумма большая? Потому что люди проработали в этой компании долгое время. Кто-то по 5, по 6 лет. И они просто порядочно отнеслись. Они ждали, их просили остаться. Они ждали у кого-то год, у кого-то полтора года задолжить. Последняя цифра где-то 35 миллионов тенге. Было еще больше. Было еще больше. Мы принимали меры всевозможные. И сумма, если не ошибаюсь, 50 миллионов тенге нас не делается сейчас. Среди выполненных заказов Алатау-Саулет – проект новой транспортной системы столицы. А также разработка проектно-сметной документации скоростных автобусных перевозок. Но заказчики не полностью оплатили услуги, сообщили в компании. Поэтому и образовалась задолженность перед сотрудниками. Предполагаемая задолженность ТО «Астана-ЛРТ» была удержана в соответствии с условиями заключенного договора в связи с недодлежащим выполнением ТО Алатау-Саулет работы не признается задолженностью. В настоящий период ТО-Си-ТС, ранее ТО «Астана-ЛРТ» не планируют возмещать задолженность ТО Алатау-Саулет перед его работниками. В самой проектной фирме от выплат не отказываются, но просят подождать. Мы будем выплачивать. Как только будут деньги, мы будем им все свои долги выплачивать по заработной плате. Мы же не отказываемся от этого. Мы же им всегда говорим, что будут деньги, мы будем платить. Поступает какая-то сумма, мы им выплачиваем. Однако работников такая позиция не устраивает. По словам их адвоката, фирма лишилась лицензии. И остается только гадать, как и когда руководство компании сможет погасить долги перед экс-работниками. Жители поселка Тан-2030 в Алматинской области уже 7 лет живут без газа. Воду и электричество получают с перебоями. Дороги и остановки сельчане строят за свой счет. А вот провести интернет в населенный пункт уже не в состоянии сами. Поэтому онлайн-обучение местным школьникам недоступно. В проблемах сельчан разбиралась Анастасия Валикжанина. Роза Амарова живет в садоводческом обществе Тан-2030 вот уже 7 лет. О газе в доме мечтает давно. Не нужно покупать уголь, топить печь, чистить комнаты от сажи. Но провести газ для нее – практически несбыточное желание. Роза Апайна пенсии на свои 50 тысяч тенге. Еле сводит концы с концами. А подключиться к газопроводу стоит больших денег. В таком же затруднителем положения оказались и многодетные семьи, которых здесь немало. Поэтому в поселке газифицированы сегодня меньше половины домов. Мы туда подошли, вот как этот, в газ. Они сказали 700 тысяч, чтобы провести вам домой. Это как 700 тысяч мы можем? У нас дома муж работает, 45 тысяч заработную плату получает. А я сама многодетная мама. Откуда у меня получается где-то 700 тысяч? Сельчане в отчаянии. Они не знают, к кому обращаться и от кого ждать помощи. В Акимате им говорят, что поселок этот и вовсе не поселок, а всего лишь дачный кооператив. Поэтому и вопросы все к его председателю. Но он давно отстранился от дел. Воду здесь тоже не провели, поэтому людям пришлось пробурить специальную скважину для того, чтобы качать воду специальным насосом. А на это уходит очень много электричества. Получается, зря затратили денег, только здоровье себе испортили. В воде, которую они употребляют, очень много солей. Она просто непригодна для питья. Каждый второй житель поселка жалуется на болезни почек. Мы здесь не живем, мы тут выживаем. Мы хотя бы просим провести нам газ и питьевую воду, и чтобы это было по доступной цене. Сельчане вынуждены делать все своими руками. В 2013 году они собрали деньги и провели свет. За него ежемесячно платят от 6 тысяч тенге. Огромные счета приходят еще из-за того, что воду качают насосом. Люди были вынуждены даже сами асфальтировать дорогу. Для этого собрали больше миллиона тенге. Остановку сделали тоже за свой счет. Но автобусы здесь ходят крайне редко. Они, как правило, набиты битком. Поэтому своих детей в школу возят на такси. В начале учебного года у нас сказали, что будет онлайн. У нас в этом селе нет возможности учиться у детей. Потому что в одной семье один телефон и трое детей. Два года назад мы дали заявку. Они просто игнорируют нас. Они даже не говорят, не хотят подключать нас просто к интернету. Пай-пай. Людям приходится жить в кредит. Деньги берут для оплаты счетов. Мы обратились в Акимат Умтыльского сельского округа. И вот, что нам сказали. По закону о кооперативах Республики Казахстан, пункта 8, пункта 1, председатель дачного массива сам должен организовывать данные мероприятия. Мы не имеем права вмешиваться в деятельность кооперативов. По поводу воды, света и газа к нам обращений не было. Думаю, после этого теперь с председателем совместно будем эти вопросы решать. Статус населенного пункта этот поселок никак получить не может. И к другому селу его тоже не присоединяют. А тем временем близится и осень. И снова придется запасаться углем. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар-24. Больше 34 тысяч казалардинских школьников обеспечат бесплатными компьютерами, ноутбуками и планшетами за счет резерва правительства страны. В центре внимания властей дети и социально уязвимых категорий. Об этом сообщили на совещании Кабмина по развитию региона. Оскару Мамину доложили о планах по модернизации развития сферы ЖКХ. Рабочая группа поддержала 79 проектов на общую сумму 100 миллиардов тенге. 42 из них профинансируют в этом году. Начнется реконструкция казалардинского гидроузла. Направят финансы на развитие систем вода и электроснабжения. В следующем году модернизируют два водохранилища. Кукаральскую дамбу построят газопроводы, жилые дома и продолжат улучшать инфраструктуру региона. В этом году на строительство социальных объектов в Раимбекском районе Алматинской области направили больше 10 миллиардов тенге. Возводят центр обслуживания населения, поликлинику, жилые дома, ремонтируют дороги и благоустраивают улицы. Однако не все запланированные работы удастся завершить в срок. Адельхан Сахари выяснял почему. С обретением статуса районного центра село Нарнкол преобразилось. Отремонтированы улицы и здания, строятся новые объекты. В частности, за последние два года были заасфальтированы все внутрипоселковые дороги и даже переулки. Кроме того, проведен капитальный ремонт районного акимата и дома культуры. Построено 20 домов для госслужащих. А на берегу реки Жагатал возводятся 83 коттеджа. 33 из них сдадут уже в следующем месяце. Завершилось строительство ЦОНа. Готовим его к открытию. Помимо этого, возводится служебное жилье для сотрудников акимата. Также ведутся работы по благоустройству села и уличному освещению. В этом году на строительные работы района было выделено более 10 миллиардов тенге. К радости местных жителей. Здесь была полная разруха, но теперь с обретением статуса районного центра село снова ожило. И я очень рад, что такое преображение происходит на моих глазах. За два года в селе изменилось многое. Дороги ремонтируются, уличное освещение снова появилось, новые здания возводятся. Порой идешь вечером по улице и чувствуешь себя как в городе. Однако карантинный режим внес в строительные работы свои коррективы. Из-за задержки стройматериалов некоторые объекты строители могут не успеть завершить в срок. Из-за карантина возник ряд проблем с поставками. Однако стройку мы не останавливаем, проводим работы имеющимися силами. Постараемся уложиться в сроки. Ко дню Конституции наряду с жилыми домами будут сданы здания от сона фельдшерско-акушерского пункта и органов правопорядка. В целом на строительные работы привлечены более 800 жителей района. Адильхан Сахариарда Хайбару, Ложенес Абдришев, Хабар-24, Алматинская область. У желающих посетить восточное побережье Алаколя будут требовать результаты ПЦР-теста. Об этом сегодня заявил председатель комитета индустрии туризма Дастан Респеков. По его словам, решение принято санитарным врачом в Восточно-Казахстанской области. Для отдыха же на противоположном берегу озера, который находится в Алматинской области, а также в Урабайской курортной зоне, такая справка не нужна. При этом гостиницы и отели должны быть заполнены не более чем наполовину. Проверка мест отдыха проводится региональными мониторинговыми группами, в которые входят представители местных департаментов по контролю качества оказания в сфере услуг, сотрудниками полиции, сотрудниками Национальной палаты Атамикен и представителям местного исполнительного органа. То есть после проведения соответствующей проверки объекту выдается на руки акт готовности, который подтверждает полную готовность и соблюдение требований, предусмотренных в алгоритмах работы данных объектов. Отдохнуть казахстанцы в скором времени смогут и за границей. Правда, список стран пока минимален. До конца августа авиарейцы планируют возобновить в Таиланд, Грузию и Турцию. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в этих странах и в самом Казахстане. Напомню, авиасообщения с Турцией возобновляли с 20 июня, но из-за ухудшения эпидобстановки решение отменили. Пока оно действовало, там отдохнули больше 600 казахстанцев. Чистые, а главное, стерильные поручни, полы и стены. Токийское метро дезинфицируют роботы. Распыляют средства с помощью встроенных датчиков и камер. Качество работы трех первых обрабатывающих умных устройств проверили на токийской станции у ворот Токанава. Любопытно, что машины с искусственным интеллектом могут запоминать форму зданий и объектов, через которые они проходят, а также маршруты уборки. Один из них способен даже обходить попадающихся на пути людей. Японская железнодорожная компания намерена повсевместно внедрять таких роботов в течение четырех лет. Больше интересной информации на нашем сайте 24.mkz. Обязательно заходите. А у меня к данному часу пока все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!